Гвидо Фергауэн, ректор Университета Фрибурга, священник Римско-католической Церкви. Вы, как университет, первыми в Европе и мире установили действительно близкие контакты с русским православным академическим богословием. В этом вы лидеры. Расскажите, пожалуйста, немного о взаимодействии с православной церковью и ее образовательными учреждениями. И, если можно, несколько слов одобрения, советов или критики вашим коллегам из Лувена, Сорбонны или откуда-то еще по этому поводу. Несколько слов об Университете Фрибурга. Университет основан в 1889 году, то есть через два года университету исполнится 125 лет. По сравнению с Лувеном, Кембриджем или Оксфордом мы очень молоды. Наш университет был основан католическим кантоном Швейцарии во Фрибурге. Но с самого начала он был задуман как Международный университет, открытый миру, двуязычный, открытый не только для католицизма, но и для других христианских конфессий. Поддержание тесных контактов с Русской Православной Церковью и Восточной Европой совершенно в духе изначального замысла создания университета 125 лет назад. Наши отношения стали более определенными, ведь у нас на факультете богословия около 20-25 православных студентов, которых их церкви посылают для продолжения обучения в университете или аспирантуре. Это очень важно, но это полностью соответствует традиции нашего университета. Мне очень приятно, когда вы говорите, что мы на первом месте в подобных контактах. Я думаю, что потребовалась многолетняя работа, чтобы создать некое доверие. Познакомиться друг с другом, чтобы быть в состоянии сказать друг другу, что если вы пришлете к нам своих студентов, дадите нам возможность поработать с ними. Они будут в надежных руках. И вы можете быть уверены, что мы поможем им получить как хорошее богословское, так и неплохое общее образование. Потребовалось много времени, чтобы завоевать это доверие наших православных коллег. И сейчас мы рады, что нам это удалось, и наш университет открыт для работы с православными студентами. Сейчас мы строим домовую церковь для православных студентов с православной часовни, и сейчас все готово для строительства. Так что не только у католиков и протестантов, но и у православных студентов будет возможность получать духовное окормление в домовой церкви университета. Это большой шаг вперед, в будущее. Замечали ли вы современную тенденцию по превращению университетов в подобие деловых компаний, организаций, которые больше заботятся о заработке, чем о науке и преподавании? Это, конечно, приводит к смещению приоритетов на медицинские специальности, прикладную науку, и мало внимания уделяется гуманитарным предметам, богословию, классическим и восточным исследованиям, и им очень сложно сейчас выживать. Я думаю, это очень сложный и важный вопрос для будущего наших университетов, так как у них гуманитарный подход к реальности. Университеты, я бы сказал, не являются организациями, которые созданы для принесения прибыли, подготовки людей к рынку, к трудоустройству. Одно из ключевых употребляемых в этой связи слов — потенциальная занятость. Какое слово чаще других используют у вас в университете? Потенциальная занятость. Я бы сказал, что это неправильно. Ведь главное — сформировать человека, дать ему такое образование, чтобы он занял ответственную и деятельную позицию в обществе. А это важно для всех — для богословов, экономистов, врачей и так далее. Поэтому я настаиваю на таком интегральном, гуманистическом образовании в европейских университетах. Я думаю, это один из главных моментов. Конечно, нужно стараться больше поддерживать гуманитарные специальности. Ведь часто в обществе их считают наукой второго сорта. Мне кажется, это ошибка. Так как людям на самом деле нужны врачи, которые понимают, что конкретный пациент не просто образец определенного заболевания, а живой человек, который болеет. И нужны экономисты, понимающие, что страдает не статистическая норма, а человек, потерявший работу. Поэтому поддержка интегрального гуманистического подхода к обществу и образованию, университетскому образованию, чрезвычайно важна. Мы как университет, для которого христианство — часть истории и самосознание. Хотя у нас и не церковный университет, но наша традиция глубоко укоренена в истории нашего католического кантона. Мы должны сделать все возможное, чтобы этот аспект образования продолжал жить. И я никогда не скрываю, что я священник, и что это часть моих обязанностей ректора университета. Возможно, так нечасто бывает, но меня дважды избирали и все профессора, и студенческие представители, и научные сотрудники. Может быть, потому что кто-то думает, что раз я богослов, то ни для чего другого и не гожусь. Но другие замечают, что у нас, как у богословов, есть, так сказать, установка на общее благо, чувство всеобщности того, что нужно всем в университете. И это не только экономические, стратегические, финансовые нужды, но и необходимость того, что я бы называл целостным образованием, которое с христианской точки зрения ориентировано на общечеловеческие ценности братства, взаимопонимание и, особенно, на формирование людей, которые в будущем возьмут на себя ответственность за общество, которое во многих отношениях в глубоком кризисе, и не только экономическом. А каковы признаки этого неэкономического кризиса? Можно назвать его кризисом ценностей. Я бы сказал так. Подойдя вплотную к будущему нашего общества, у многих опускаются руки. Я не хочу использовать этические термины или говорить о ценностях, но я бы призвал, просто стремясь дать людям почувствовать, что такое будущее и как нам в нем жить. Чувствовать ответственность за следующие поколения. Чувствовать ответственность за все творение, быть ответственными, чтобы можно было поделиться общими благами с теми, у кого меньше нашего. Несмотря на кризис, мы в Европе в очень неплохом положении. Но мы должны делиться с другими частями света, которые в худшем положении, призывать людей смотреть поверх привычных барьеров. Видеть поверх привычных барьеров ценное умение для врачей, экономистов, юристов, богословов. Видеть поверх границ своей жизни. Набраться мужества и посмотреть на мир, в центре которого не вы сами. Не думать, что вы центр мира. Существуют другие люди, нужно жить и работать с ними. К этому я и призываю, как ректор нашего университета. Это средних размеров университет по швейцарским меркам. 10 тысяч студентов – хороший университет для небольшой страны. У нас университет, где между людьми нет больших дистанций. Все всех знают, студенты и профессора, ректоры и профессора. У всех прямые контакты, и есть возможность способствовать этому ощущению ответственности за будущее. Помогать людям видеть поверх барьеров и делиться с другими тем, что у вас есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!